нам в советское время твердили одно а на самом деле есть страшная тайна гибели лермонтова и пушкина этот фильм о том как мы россияне относимся к достоянию нашего народа мы поднимаемся на гору машук пятигорск второй по численности населения город ставропольского края старейший грязевый и минеральный курорт федерального значения а также промышленный торговый культурный и туристический центр экологического курортного региона минеральные воды 1830 год началось строительство города назвали пятигорск по имени горы бештау переводе с тюркского 5 гор северный кавказ вдали знаменитый эльбрус уходит в облака лечение минеральными водами всегда находила интерес у населения страны строились и сейчас строятся санатории курорты и лечебницы с древних времен горцы лечились и восстанавливали здоровье в минеральных водах но комплекс лечения был особенный горячие серные источники пятигорска называются мертвой водой расслабляют тело человека теплые вода железноводска называется живой водой оживляют тело а кисловодские минеральные воды дают богатейшую силу сочетание всех этих минеральных вод создает эффект что могут не только вылезть из человека но и поднять мертвого на кавказских минеральных водах с лечебной целью используются свыше ста минеральных источников в одном только пятигорске их 40 некоторые из них радоновые а также в пятигорске находится ценная в терапическом отношении сульфидно-иловая грязь находясь в пятигорске грешно не посетить провал знаменитое место где остат бендер с кисой воробьянином желающим посетить этот провал продавали билеты а членам профсоюза за полцены здесь у нас как раз знаменитый проволок когда-то вот эта горячая вода 42 градуса температура севодородная разбила породу получилась подземная пещера аэрисфорд под воздействием горячей испарения стончился и провалился и получилась такая воронка и назвали соответственно воронка от края была ходили купаться сюда подходили к краю там усаживались в бочку которая там на цепи спускала его вот сюда вот раз и здесь была деревянная плавающая купальня там человек раздевался не лево а такое сделано здесь деньги в свое время и Лермонтов спускался сюда в бочки чтобы голышом поплавать в этой минеральной воде вера а а об Петербург Как уже говорилось, в 1830 году началось строительство Пятигорска И через 8 лет прибыл в первый раз в эти края молодой корнет Михаил Лермонтов Несмотря на кратковременность в службе на Кавказе, Лермонтов сильно изменился в нравственном отношении Впечатления от природы Кавказа, жизни горцев, кавказский фольклор легли в основу его многих произведений И здесь же произошла его трагедия Она пригласила Лермонтов в гости на этот вечер, он из Железноводска приехал В воспоминаниях она об этом вечере пишет Собралось немного молодых людей На рояле играл князь Трубецкой У рояля стоял майор в отставке Николай Соломонович Мартынов И очень вежливо разговаривал с сестрой моей надеждой Мартынов в отставке носил форму казачьего полка, где он служил Гребенской казачьей полк, последняя его служба И на пояс вешал огромный кинжал В таком виде пришел он на этот вечер Мы потанцевали с Лермонтовым, сели на диванчик, вспоминает она Рядом с нами уселся Лев Сергеевич Пушкин, это брат Александра Сергеевича И начали острить они свой язык Несмотря на мои подрестережения, удержать их было очень трудно Ну в общем ничего злого не говорили, хотя смешно очень много Ну вот Лермонтов увидел Мартынова Увидел Мартынова И стал острить на его счет, называя по-французски Горец с большим кинжалом Надо же было так случиться, вспоминает Эмилия Александровна Что когда князь Трубецкой ударил последний аккорд Слово кинжал разнеслось по всей зале Мартынов побледнел, его глаза сверкнули гневом Поджал губы быстрым шагом, он подошел к диванчику, где сидели мы И обращаясь к Лермонтову, сказал следующую фразу Сколько раз я спросил оставить свои шутки при домах И не дав ему опомниться, тут же развернулся, ушел в противоположную сторону На мое замечание, вспоминает она, что друг мой Язык мой, враг мой, Лермонтов ответил Ничего, завтра опять будем добрыми товарищами Серьезного значения этой шутки никто не предает Гости спокойно расходятся Мартынов находится в прихожей этого дома Вышел Лермонтов, они опять остались один на один Он ему то же самое сказал, сколько раз просил от тебя оставить свои шутки при домах Лермонтов хотел замять эту неприятную ситуацию Ответил ему миролюбимым вопросом Ну что, неужели из-за этого вызваешь меня на дуэль? Да, ответил тут и пообещал, значит, прислать секундантов Чтобы уточнить время условия дуэли Она была назначена на 15 июля Это старый стиль, новая, 27 И вот с этой вечеринки Лермонтов едет в Железноводске Живет он на Железноводске до 15 июля Как раз в этот день к нему приехала в гости его кузина, троеводная сестра Екатерина Быховец Как только мы приехали на Железноводске, вспоминает она Лермонтов сейчас прибежал Мы пошли в рощу и все там гуляли Я все ходил с ним по дурку, но мне было бандо Это ободок для волос заколка Но мне было бандо, уж не знаю, как случилось, что косана распустилась И бандо свалилось, которое он поднял и спрятал карман То есть он был очень весел, много шутил, смеялся Но когда мы оставались вдвоем, ужасно грустил Говорил так, что сейчас можно было бы догадаться Но тогда мне в голову не приходила дуэль После прогулки в рощу в Железноводске Лермонтов приглашает Катеньку на обед в усадьбу Карпова Она почему-то отказалась Тогда он пригласил ее в немецкую колонию в доме Крошки Помните, я вам рассказывал о небольшом ресторанчике Который был тогда в немецкой колонии Сейчас поселок Иноземцева Она соглашается и здесь в обществе Екатерина Быховец, ее тетки Обыденного Ильва Сергеевича Пушкина Который, кстати, не знал, что Лермонтову в этот день предстоит дуэль Он потом секундантом говорил Что ж вы мне не сказали-то? Я бы их обязательно помирил Обязательно Зря вы не сказали Ну вот так В таком обществе прошли последние часы его жизни Оттуда он едет уже под ножом Ашука Обедали в колонке, вспоминает Лыховец Уезжаю, Лермонтов целует мне несколько раз руку Говорит, кузина душенькая Счастливого часа не будет боли моей жизни Я рассмеялась, пишет она Это было в 5 часов, а в 8 пришли сказать, что он убит Дуэль произошла между 6-7 часами вечера И вот из немецкой колонии Едут сюда участники дуэли Секунданты Глебов Трубецкой, Васильчиков, Столыпин Крепостных Остатовых и Гравчалов В кустах держал лошадей И, значит, никто и не думает Что может быть трагическая развязка Они помнили, что они вместе учились В Тюнкельском училище Там газету даже в Голубовской аэр Школьной зори На каникулы гостили друг у друга в имениях Теплые отношения с родственниками До сих пор многие утверждают, что образ книжной мэрии Лермонтов списал С родной сестры Мартынова А за неделю до дуэли Лермонтов ночевал На квартире у Мартынова Вот я вам показывал желтенький домик у главы Когда мы выехали От памятника Ну и секунданты думали, сейчас он извинится Да поедем на пикник к Раевскому Раевскому сказали Пойди на рынок Купи хорошего мяса, вина, накрой стол Мы это дело быстро замнем И приедем к тебе Будет грандиозный пикник По поводу перемирия Лермонтова и Мартынова Я все так и сделал, вспоминает он Пошел на рынок, купил все самое лучшее А потом все пришлось нести На поминки, если это он Ну и Не берут ни врача, ни извозчика Даже на место дуэли По дуэльному кодексу На месте дуэли обязательно должен быть врач Если разобраться То вообще дуэли не должно было быть Вообще не должно было произойти Врача нет, дуэль не проводится Ну вот так вот они как-то легкомысленно отнеслись к этому всему Перед дуэли Лермонтов сделал заявление Сказал буквально следующее Обидеть Николая Соломановича не хотел Считать себя скорбленным Я готов просить прощения У него не только здесь, в любом другом месте, в любом обществе Когда и где ему будет угодно Можно сказать извинился В ответ Мартынова крикнул Стреляй, стреляй скорее Условия дуэли такие По одной версии 10 шагов между барьерами По другой 15 Стрелять надо трижды Каждая осечка считается за выстрел И значит после этого заявления Лермонтова Как я уже сказал Мартынов крикнул Стреляй Тогда один из секундентов отдал команду Сходись Сходись То есть начинается дуэль А нельзя начинать Врача нет Забыли про это Забыли Сходись Лермонтов пернился в полуоборота Правым боком в сторону Мартынова И опять двойное мнение такое Одни утверждали, что стрелял в воздух Другие, что просто поднял пистолет И стоял с поднятым пистолетом В ответ Мартынов начинает долго тщательно целиться Нависла тягостная минута Вспоминает дядя Лермонтова Его секундант Столыпин У меня стали сдавать нервы Я кричу Или стреляйте Или я вас сейчас разведу То есть закончу А обращаюсь к дядьке Не к Мартынову Именно к дядьке Но короткое расстояние было Мартынов услышал эти слова Я в этого дурака Стрелять не буду Когда Мартынов это услышал Збесил Он нажал на курок Грохнул выстрел Пишет его секундант Васильчиков Флёрм отопал как подкушенный Даже не успел захватить больное место рукой Как это обыкновенно делают Раненые или ушивленные люди Секунданты подбежали Увидели жуткое ранение Вправо под рыбом поле вошла Влево под мешко вышло Оба легких прошита Видимо было задето сердце Вспомнили тогда они Что врача-то не взяли Поехали Отвязали лошадей Погнали их нахлёстывая Пятигорск Скорее привезти врача Но врачи ехать отказались Ни один врач туда не поехал Дело в том, что как только прозвучал выстрел Настоящая буря поднялась Ветер, молния, ураган Ливень хлещет Какая адская погода Куда-то мы поедем Вы его везите в этот дом Где он там жил Со Столыпиным В усадьбе Челаев Мы ему там помощь окажем Если она вообще ему ещё нужна Вот такие врачи им попались Ни один врач сюда не приезжал вообще Кузьмя Чухнин Пятигорский избойщик В 10 часов вечера Через 4 часа после того, что произошло Приехал сюда Утихла непогода И увёз тело Лермонтова в Пятигорск В этом доме, где он жил Похоронили его на Старом кладбище Пятигорска 17 июля 1841 года Вот такие события здесь произошли И через 40 лет после этих событий В 1881 году Приехал сюда Висковатов Это один из первых биографов Лермонтова С целью уточнить обстоятельства Последних месяцев жизни Лермонтова на Кавказе Вот, много чего интересовало Где было погребение Где было дуэль там и так далее И была даже создана маленькая комиссия И относительно места дуэли Они пишут резолюцию Точно определить место расположения дуэли Не представляется возможным И все члены комиссии подписали 12 сентября 1881 года То есть то место, которое мы сейчас увидим Оно не настоящее Никогда не считалось вообще настоящим Оно условное Всегда было условное И, кстати говоря, очень сильно всё изменилось Вы видите с левой стороны Это вот лес посаженный в 1936 году Деревья стоят как солдаты Здесь вообще в этом городе На 98% всё искусственные посадки Дикий лес был только в Железноводске в то время Вот И, значит, это место просто понравилось Висковатову Он его отметил колышком для будущего памятника На этом месте поставили тогда Маленькую пирамидку С текстом рассказывающего о том, что здесь погиб Лермонтова Потом был деревянный памятник, гипсовый И тот, который мы сейчас увидим, он установлен в 1915 году Четвертый по счёту получается Значит, мы сейчас пройдём памятник Вот там Я закончу рассказ о памятнике А потом, значит, вы сфотографируетесь И поедем уже в Железноводск Потому что многих у нас Ужин 18 часов И все экскурсии рассчитаны Значит, к этому времени Чтоб мы вас привозили Чтоб они не остались без ужина Вот А я вам по дороге ещё что-нибудь расскажу Интересно То сидел он и строчил письма с просьбой, чтобы судили его военные Потому что гражданский суд Ему бы присудил каторжные работы в Сибири Каторжные работы А, значит, ему это не нравилось А военные, если бы судили, ему бы присудили Рожжали в рядовые и отправили на Кавказскую войну Он тут воевал Чим майора, кстати, 26 лет, хорошая карьера Был награждён орденом Ситуаны Третья степень и третья награда из боевых, кстати говоря Вот Ну Упросил Упросил Судили его военные Сидел, ждал приговора Но даже он был удивлён Такому мягкому приговору Приятно, наверное, удивлён Потому что ему всего-то присудили Три месяца Галпахты И 15 лет эпитимии Церковного покоения Вообще-то приговор был 6 месяцев Но сидел он в киевской тюрьме А, наверное, комендант пожалел молодого красивого парня Отсидел он три месяца Говорит, иди молись Иди молись, значит Нашёл молиться в Киопечорскую лавру Там он занял одну из лучек уны И одновременно не пропустил ни одного советского мероприятия Где какой бал, какой пикник Он первый гость, так сказать Строчил письма тоже священный сенот царю с просьбой Чтобы скостили ему эпитимию В 43-м году скостили 5 лет В 46-м году вообще отменили Ему понравилась киевская ссылка Он там ещё несколько лет жил Повстречался с Паскурсушинской Молодая, красивая полячка Вот он на ней женился Она ему родила аж 11 детей Аж 11 детей Ну и, как говорил герой фильма Белое солнце пустыни Абдулла Хорошая жена, хороший дом Что ещё надо, чтобы встретить старость Вот он её и встретил В своём родном Министанца Знаменская под Москвой Умер 25 декабря 1875-го года Окружённым многочисленными наследниками На вопрос друзей, которые часто спрашивали Николай, ну в чём же дело Вы же были с Лерой, это вот такие друзья Всё время вместе вас видели Там, учились вместе Отдыхали везде в имениях Значит, двоём-двоём Чуть ли братом друг друга не называли Почему такие отношения неприязненные возникли И потом, значит, всё закончилось с дуэлью А он говорит, а мне неприятнее всего Обиднее всего слышать, что Все утверждают, будто бы причиной дуэльи послужила шутка Которую Лемотов произнёс на вечере 13-го июля В доме юрисдейных Вырыц с большим кинжалом А в чём же дело? Николай, спрашивали его друзья А вот у нас отношения испортились ещё в 1837-м году Я тогда лечился в Пятигорске Лемотов был приговорён к ссылке, значит И моя сестра узнала, Наталья, что он будет здесь И просит заехать к нам в имение Передаёт ему конверт Туда положила деньги для меня 300 рублей И семейное письмо И всё запечатывает Просит при встрече со мной Передать его мне Он согласился Взял конверт, поехал Долго ехал, заболел Лечился в Старополе Там его паровали Конверт пропал Но когда он приехал в Пятигорск Стретил меня И ни слова не говоря Отсчитал мне копейка-копейку Ту сумму, которая была в запечатанном конверте Как бы он узнал, сколько там было денег Если бы не скрыл конверт Не считал деньги И не считал семейное письмо Явно А вот какой непорядочный человек Вот тогда у нас и испортились отношения И как результат всё закончилось Говорит Так он говорил своим друзьям Они его часто просили написать воспоминания Дальше в Юнкельском училище Что-то не получалось у него Единственный человек, который, кстати говоря Написал воспоминания Это был Васильчиков Секундант Мартынова Когда все уже поумирали Никого не было Кстати, на момент дуэли ему 21 год Пацаны собрались С моё личное мнение Это мальчишки Выясните отношения Вот Не было солидного человека Ему сказали Ну-ка прекратите Прекратите Авторитетного человека не было Лидера, так сказать Вот Ну вот Васильчиков Написал воспоминания Через 30 лет после Того, когда уже все скончались Он долгую жизнь прожил А ему сказали Что он что-то не так излагает события Он говорит Да, я не помню уже ничего Вот Он действительно их сначала извратил Вот И, значит У Мартынова Вот воспоминания Только Дружбы С Лемантом Во время Обучения Вот в этой Юнкерской школе Где они учились Мистиком в конце жизни Стал Верил всяким предсказаниям Картёжникам У него, кстати Дядка был Савва Мартынова Самый знаменитый Картёжник Конечно, странно Вот на всю Россию Но что-то и в карты Мартынова не везло Как-то проезжал мимо Тархан Заезжал на могилу его И заказывал За покойную службу Каждый год 15 июля Удаляясь Какой-нибудь монастырь И целый день там Он молился Отец его Соломон Мартынов Вот интересно Откопщик винных лавок Это как сейчас Вот владелец гипермаркета В Москве Виноводочных Он тяжело переживал Поступок сына И во искупление грехов сына Построил бесплатно больницу Для малоимущих больных В Москве Целую больницу построил Вот так он поступил Вот Если говорить вообще о дуэлях То вот Вообще само слово В переводе с латинского Означает война У Значит Лермонтова Было две дуэли Всего-то Всего-то две дуэли И если говорить там о Пушкине О других Так там вообще Неимоверное количество И вообще Эту гадость нам принесли Иностранцы Из Европы Там все начиналось Дрались на мечах Меч стоит дорого Надо же купить его А потом научиться им владеть Обучаться искусству фехтования А потом изобрели пистолеты И дуэли привели Массовый характер Вот И в России Первая дуэль Зафиксирована официально В 1666 году Дрались на дуэли Два офицера российской армии На тот момент С чисто русскими Фамилиями Гордон и Маккартни Это первая дуэль А когда была последняя? Месяц назад У нас еще гусары не привелись Месяц назад дрались на пистолетах Вот в прошлом году На охотничьих ружьях Правда Ни в прошлом году Ни в этом году Я К сожалению Не смог дослушать Чем дело закончилось Но официально было В информационной программе Какой-то Вот Говорилось Так что еще у нас Есть такие гусары Вот И все Конечно Цари старались Это дело искренить Ни у кого ничего не получилось Ни у кого Вот есть книга Точно не помню название То ли дуэли России То ли российские дуэли Как-то так вот называется Там я читаю Миллиард дуэлей было Вообще Такое ощущение Что какой-то Какая-то эпидемия Часотка Зуб на всех напала Стреляться Стреляться И каждый дворянин Имел какое-то отношение К ним Или был другом секунданта Или участником дуэли Вот И читаешь их И такое впечатление Создается Не скажу Что все поголовно Стреляли там Друг друга В основном Самые близкие друзья А в кого же еще стрелять Как в не лучшего друга Да Возвращаются все Кроме лучших друзей Кроме самых любимых И преданных женщин Пилово-Высоцкой Так оно и есть Вот И каждый царь старался Это дело искоренить Погибали на дуэлях Цвет нации Лучшие офицеры Там прошли войну Одну, вторую, третью Там Георгийский кавалер И не за понюшку Табаку На какой-то там дуэли По всякой ерунде Погибали Или молодые Цветущие ребята Только закончили обучение Преспективные Смелые, храбрые, благородные Погибали Погибали Вот И первый указ За пяти дуэли Издал Петр I В 1706 году И по этому указу Всех надо было казнить Кто был, надо было Всех казнить Секундантом был Казнить Врачом был Оказал помощь Раненому Казнить Вот Но Обычно Присуждали Военные Как уже говорил Рожали рядовые Отправляли на войну Постоянно Война, война, война За Последние 300 лет Россия участвовала В 150 войнах Как известно Вот А если военные судили То Значит Катережные работы В Сибирь Но был Один Такой смертный приговор Вы наверное Даже слышали Об этом И Вы знаете Кому его вынесли Правда Об этом Что-то не любят говорить Кто-то задал вопрос 10 лет назад Газеть аргументы и факты Они там Четыре строчки написали И два шоумена В каких-то там Программах Тоже там Отвечали Вот Гордиться-то чем Это самая позорная страничка В истории Российского судопроизводства Единственный приговор По всем делам По дуэлям Был вынесен Алексея Сергеевича Пушкину За участие в дуэле с Дантесом Если бы он выжил Его должны были казнить Это абсолютно точно Царь его утверждал Дважды утверждал И общался с людьми Которые работали С подлинными документами Утвердил ему дважды Смертный приговор А потом посылал Своего врача Узнать как там Здоровье Когда умер Погасил частные казенные долги У него были чудовищные долги У Пушкина после смерти И Женя дал вдове денег Вроде благородно Но сначала подписал Смертный приговор Ну у царей свои причуды Как говорится Ну и как я уже говорил Если у Лермонтова Дведова или у Пушкина Вообще вся жизнь От доли до доли Он еще так долго Продержался Вообще удивительно Вот Он мог погибнуть Еще в 1819 году Ему было 20 лет всего И мог погибнуть От руки самого близкого Самого дорогого друга Своего Кихельбекера Сидели на вечеринке И Пушкин прочитал стихи На вечере объелся я А я как дверь закрыл Оплошно И было мне мои друзья И Кихельбекерна И тошно Когда Кихельбекер это услышал Бесило Задрожал Сказал Пушкина Значит Быстро пошли стреляться Я тебя вызываю на дуэль Ты что Кихель Будешь в меня стрелять что ли Лучший друг Вызывает на дуэль Вышли Быстро пойдем Кракатало все Трепетало у него Значит Вышли Раздали пистолет И Пушкин тут же стреляет в воздух Кстати стрелять в воздух Может только тот кого вызвали Кто вызвал Должен Ну хотя бы вид сделать Что на поражение стреляет Стреляет Пушкин в воздух Со словами Обращаясь секундантов Смотрите А Кихелья там не вылепцелит Вы попрячьтесь Он обязательно в вас Кого-нибудь пулю влепит Ну и секунданты По кустам попрятались Действительно Кихельбекер стрелял С выражением Лица каменного гостя И было видно что не шутит Очень золый Никого прощать не собирается Но слава богу Дрогнула рука У лучшего друга Чуть было не убил Потом помирились С Ролеевым Пушкин стрелялся С Ролеевым Значит если кто-то уклонялся От дуэли Это считалось позором В исключительных случаях Одобряли этот поступок В исключительных случаях Или человек пользовался Большим уважением Например Брат Лермонтова Столыпин Уклонился Никто не осудил Или вот как в этом случае С бароном Корфом Еще один лучший друг Пушкина Лицейский друг Пришел к нему в гости Выпили, закусили Поиграли в карты Барон засобирался домой Слуга Пушкина Никита Ему стал подавать одежду Уронил трость там Или шляпа Что-то такое Барон тут же врезал ему Два раза по щеке Пушкин возмутился Ты что ты делаешь вообще Я тебя как дорогого друга принял Все самое лучшее На стол поставил Поил тебя, кормил А ты тут так хамишь Ты что моих людей избиваешь Ты что с вами идешь По-хамски А ну пошли Я тебя на дуэль вызываю Быстро пойдем стреляться А барон спокойно Надел шляпу и говорит Я твой вызов не принимаю И стрелять я в тебя не собираюсь Не потому что ты Пушкин А потому что я Никита Ельбейко Развернулся и ушел Субтитры сделал DimaTorzok Вот и смотрит Михаил Юрьевич На Кавказские горы В вечном напряжении Любуюсь и размышляя Что сколько еще было мыслей И планов создавать шедевры Стихов, прос и книг Сколько мог еще порадовать людей И прославлять отчизну Но эти самые люди Для которых он старался Не сберегли его Как не сберегли Пушкина Который не был Которого убил какой-то француз Со второй попытки А сколько талантливых людей Сгинуло в сталинских лагерях А сколько гнобили талантов В брежневские времена А сколько гению Ушло на запад Покинув родину Во времена правления Ельцина Вот и думается Лермонтов с высоты Что многие сделали вывод От их гибели Пушкина и Лермонтова Одни на созидание Другие на разрушение Нашей родины Уничтожая Паантливый генофон страны Этот фильм получился случайно На одной из экскурсий Я записал речь экскурсовода Имени его не знаю Но благодарен ему за помощь Создание фильма Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok